МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете, выложив за сотку от 30 тысяч условных единиц. В поселках попроще, Усово, Барки, Успенская, Колчуга, цены не опускаются ниже 12 тысяч долларов. Понимаете, когда вы говорите, что 120 тысяч, 180 тысяч – это сумасшедшая цена, а кто сказал, что 300 тысяч – это не сумасшедшая цена, и почему здесь сотка не дорастет до 300 тысяч? Земля на Рублевке ценилась всегда. Еще при Иване Грозном родилась поговорка «Кто в Звенигороде не барин, тот в Москве не боярин». К концу 19 века здесь было уже более 70 крупных поместьй и усадин. Фамилии их владельцев – одна громче другой – Романовы, Юсуповы, Морозовы, Голицыны. Их привлекали неповторимая природа, вековые сосны, Москва-река, пологий песчаный берег, обширная луга. До сих пор местные жители вспоминают эксцентричную баронессу Мейндорф, чей замок и поныне стоит около Барвихи. По ее указанию была построена подземная дорога длиной в 2,5 версты, которая не сохранилась до наших дней. Она шла от замка до Москвы-реки, где находилась личная купальня баронессы. Лошадь не пройдет внутри этого подземного хода, поэтому у баронессы была специальная коляска на резиновом ходу, влекомая ручными медведями. Она ездила на медведях. Вот такими были тогдашние обитатели Барвихи. Само же название «Рублевка» пошло от поселка Рублево, куда в 16 веке из Серебряного бора свозили серебро для чеканки монет. Это было первое и последнее промышленное производство, расположенное на Рублевке. В 17 веке при царе Алексея Михайловича Романове для сохранения рублевской природы особым указом было запрещено здесь строить какие-либо заводы. Это лучшее место по экологии. Это обусловлено с древних времен и связано с розоветров. 90% или 80% времени в году ветер дует на город. И, следовательно, с города сюда не идут. Богатые всегда строятся на юго-запад. Почему? Потому что богатому не надо вставать рано, но он может нахлаждаться закатом. Закат на западе, на юго-западе. Дома строятся в сторону юго-запада с террасами. А на северо-восток строятся бедные, пошло рано вставать. Адвокат Дмитрий Якубовский живет на Рублевке с 86-го года. Сначала у него был дом в поселке Барвиха. Потом в Жуковке. Несколько лет назад он купил участок в поселке, который в скором времени назвал Горки-8. Я считаю, что единственный поселок на Рублево-Успенском шоссе, который имеет в совокупности и такую милицейскую охрану хорошую, и такую службу эксплуатации, и такие дороги освещенные, сделанные и так далее, и такую инфраструктуру. Вряд ли можно найти такой поселок сегодня на Рублево-Успенском шоссе, хотя это, в общем, построено от нужды. Потому что если бы этим не заняться, здесь бы все, так сказать, так и умерло. Принимая активное участие в устройстве всего поселка, Дмитрий Якубовский не менее тщательно следит и за собственным участком. Множество садовых фигурок выбраны им лично. Их количество все увеличивается. Из каждой поездки хозяин обязательно что-то привозит. А потом сам решает, что и где будет стоять. В деле устройства участка и дома любой специалист имеет для Якубовского лишь совещательный голос. Я бы с большим удовольствием предоставил возможность ставить вот эти маленькие фигурки, гвоздики и так далее. Все, что вы сказали, без моего непосредственного участия. Просто пока так не получается. Но я каждый раз думаю, что, может быть, потом получится. Попадая в деревню, городской житель меняется. Собственная земля и дом для одних становятся местом, где можно просто отдохнуть. Для других – местом, где можно вспомнить о своих корнях и попробовать нелегкий крестьянский труд. Кто-то разбивает у себя на участке огород. Кто-то заводит козу или поросенка. Дмитрий Якубовский, устраивая свой загородный быт, думал ограничиться парком с железными конями и кабанами. Но однажды по дороге на дачу он увидел в кустах павлина. Теперь у него на участке живет шесть таких птиц. Павлины – это птицы. Вы в курсе, да? Это красиво. Когда вы приходите в сельский дом и видите курицу, вы же не удивляетесь, что там живет курица? Я считаю, живут павлины, красиво ходят. Помните фильм «Белое солнце» с пустыни? Он говорит, хороший дом, красивая жена. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Баба Рима – коренной житель Рублевки. Она здесь родилась, выросла, работала и здесь же встретила старости. Свой нынешний дом Баба Рима построила недавно. Материалы использовала простые – вагонку и утеплитель. Строители, хорошие ребята из Белоруссии, взяли недорого – всего 1700 долларов. И нет у меня никому ни зависти, ни ненависти. Вот как у нас. Вон строится, он за деревней, все у нас застроили. Крутые, все застроили. А что я буду? Значит, так Богу угодно. Я вот тебе посмотрю, ты хибаргейцем довольна. Хорошо. Рублевка – это Россия в миниатюре. Дед Римы Алексеевны обосновался на Рублевке еще при последнем русском царе. Здесь жили и ее родители. В 1950 году, когда Риме исполнилось 20 лет, она устроилась работать на даче у министра госконтроля СССР Всеволода Меркулова. Там она видела многих из партийной верхушки сталинской поры. У них бильярдная, и там же кино оказали. А вот в которой комнатке кино оказали, это два окошечка. Вот мы в эти окошечки смотрели, бери ее. Он говорит, смотрите, запоминайте, когда, я говорю, чего лучше прячьтесь подальше от него. Нехороший. Ну, морда у него неприятная была. Весь младший, что-то такой-то. В общем, поросенок был, как я говорю. Римма Алексеевна любит вспоминать знаменитых жителей советской Рублевки. Она была знакома с Василием Сталином. Он приходил играть с местными мальчишками в футбол. Римма Алексеевна хорошо знала министра иностранных дел Вячеслава Молотова. С его женой и дочерьми молоденькая Римма даже каталась зимой с горки. А Молотов, Вячеславовна, тот на лыжах. С охранником. Он всю деревню знал. В 51-м году у нас свет только провели. И у нас так, кто побогаче свет подключили, а кто бедным нету. Ходили, моя бабка в ходоках была. Там сколько старух собрались, и пошли к нему, к Молотову. Стали у ворот, их туда же не пустят. Дождались, он к ним вышел, выслушал. У нас и многие, кому какая нужда припирала, кому ходили, к Молотову. А сейчас, как считает баба Римма, все изменилось. Новые обитатели Рублевки уже не похожи на тех, кто жил здесь раньше. Едут по деревне, только люди задают. Летят только мигалки. Ви-ви! Сейчас, как Жириновский, тут ездить не стал. А то, как включить от Успенского перекрестка, по баркам, а по буза его. Только гудит эта его сигналка. Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский открыл для себя Рублевку 30 лет назад. Тогда у него еще не было ни Мерседеса, ни мигалок. На машине катался на Запорожце. Смотрю, какое-то тихое шоссе повернул. Никого, ничего. И еду, никаких машин нет. И сплошная полоса. Вот. И где-то милиционеры мелькают. Потом мне рассказали, что это как бы трасса такая правительственная. И тут где-то какие-то дачи есть. Там Хрущева, тех еще начальников Брежнев, чиновники. В 1994 году Жириновскому дали служебную дачу. Московская квартира Владимиру Вольфовичу не нравилась. И он постоянно жил за городом. Но Рублевское сообщество для депутата Государственной Думы своим не стало. Ну, потому что здесь как бы определенная категория граждан живет. Те, кто, скажем, много денег наворовали, нахапали. Ну, например, меня обозлило, когда я... Ну, во-первых, вот получил, когда я служебную дачу. Буквально, по-моему, в этом году слышу, что на нашей территории там покушение на Березовского. Я даже не знал, какой-то Березовский, Лаговаз. Но слышу, вот еще покушение какие-то устраивают здесь. То есть какой-то испуг уже был, что здесь какие-то люди ненормальные живут. За последние 10 лет Владимир Вольфович сменил несколько дач. Он жил и в Ильинском, и в Успенском. Сейчас Жириновский приезжает отдохнуть раз в неделю к своему племяннику, в Дарьино. На участке у него есть и бассейн, и футбольная площадка. Но активному отдыху Владимир Вольфович предпочитает пассивный. Слишком устает от людей. Хочется тишины и покоя. Здесь иногда футбол поиграть, там, ребят вести с собой. Хотя бы 6 на 6, 5 на 5, два тага целая. А что с ними потом делать? Кормить их надо, разговаривать с ними. Это же тоже животные. Я, наверное, с собакой даже играю. С ней поиграешь, она тоже любит. И тишина мне нужна. Любимую собаку Владимира Вольфовича зовут Камут. Кроме него на участке живут попугай и кошки. Раньше живности было гораздо больше. Если взять животных, у меня все было. Все собаки, кавказские овчарки, немецкие, английский бульдог. Разные были. Медведи были. 4 медвежонка было из щиты. Мне прислал депутат. Было бы 2 лошади было. Были, значит, индюк, утка, гусь, куры, кролики. Все понемножку было. Рыбки там, он аквариум. Кошки. И сейчас вот здесь три собаки, три кошки. Ухаживает племянник. Сам бы я никогда ничего не держал. Жириновский редко посещает дачу не только потому, что ему не нравится рублевское общество. Дорога, пробки. В них ему приходится стоять так же, как и всем. И день и ночь машины. И уже не знаешь, когда ехать. Утром, вечером, в любую сторону поток машин медленно, километров в 30 час. Иногда обгоняешь, но опасно. А вдруг едет большой начальник, там, президент или премьер-министр. И куда, некуда уйти. Некуда, так говорится, нырнуть. В этом смысле опасный обгон, если там метров 200 нужно ехать, обгонять. Поэтому так, дорога не очень приятная. Тяжело по ней ездить. Медленно. Пробки омрачают жизнь на Рублевке не только политикам. Актриса Алика Смехова купила дом на Рублевке 6 лет назад. Ее, как и многих, привлекла местная природа, чистый воздух и то, что до Москвы рукой подать. Однако, очень быстро выяснилось, что кроме плюсов, здесь есть и минусы. Самое неприятное, это господа с мигалками. С мигалками и с милицейским сопровождением. Здесь это просто носит какой-то характер абсолютно дикий, потому что это все выезжается на встречную, это сносится с дороги. И вот вопрос воспитания жителей Рублевки, я считаю, на сегодняшний день очень важный. Потому что люди, имеющие деньги, к сожалению, не все хорошо воспитаны. Я не говорю обо всех. Здесь, слава богу, живут и порядочные, и интеллигентные люди, но их намного меньше. На своих дачах жители Николиной горы и отдыхали, и работали. В семье Михалковых-Кончаловских царила жестокая дисциплина. Летние каникулы никогда не были причиной для прекращения занятий. Тем более, если речь шла о музыке. Будущий режиссер Андрон Кончаловский собирался стать пианистом. Вон на районе стоит, на котором я учился. И мама хотела, чтобы я был пианистом, поэтому было ненавистные занятия музыкой каждый день. Это было очень тяжело. Пока, наконец, я не втянулся там. Каким бы строгим распорядок ни был, свободное время у юного Кончаловского оставалось всегда. Особенно по вечерам, когда даже взрослые позволяли себе отдохнуть. И тогда, вырвавшись на волю, он с соседскими приятелями отправлялся в так называемые гости к своим знаменитым соседям. Хотя для мальчишек они были вполне обычными людьми. Капица, Туполев, Ландау. Тоже все, они все были здесь. Мы задавали им дурацкие вопросы, потому что мы были мальчишками. Я помню, эти седые люди собирались на какую-то беседу, я помню, а мы через кусты, сирень, лезли в темноте, в каких-то простынях, чтобы залезть в окно и сказать, о-о-о, пугать там. Только до нас доносились какие-то разговоры из каких-то абсолютно, я бы сказал, религиозных или высоких материях между собой. А мы в это время занимались своим делом чрезвычайно важным тогда нам казалось. Окончив школу и поступив во ВГИК, Кончаловский так же, как и в детстве, приезжал на Николину гору отдыхать и работать. С Андреем Тарковским они написали здесь сценарии Андрея Рублева и Иванова детства. Жили на даче безвылазно. В город старались не ездить. Тем более, что уже тогда на Рублево-Успенском шоссе можно было попасть в пробку. Ну, Суслов, например, ехал всегда со скоростью не больше 40 км в час. И когда я выезжал на Рублевку туда и видел, что там хвост в 5 километров, значит, едет Суслов. Обогнать Суслову было нельзя. Поэтому мы знали, это Суслов, это все, значит, мы будем ехать там час. Сегодняшняя дача Андрея Кончаловского – это не тот дом, в котором прошли его детство и юность. От прежнего дома осталось немного. Его небольшая часть как бы включена в новый, который Кончаловский построил, уже став знаменитым режиссером. Ну, у меня очень красивый дом. Но я его заработал своим творчеством и сам его строил. И, так сказать, в данном случае я, наконец, позволил себе построить дом, который для меня является выражением моей мечты. И как бы стал фамильный дом, я его строил для своих детей, портреты родственников моих и меня, и мои. Но сейчас есть возможность все-таки построить какой-то дом, в котором будут помнить меня и моих детей и так далее. Юное поколение сегодняшней Николиной горы проводит свободное время почти так же, как их отцы и деды полвека назад. Правда, двухколесные мотоциклы сменили квадроциклы. Практически в каждом поселке на Рублевке есть свой клуб любителей четырехколесников. Мы как бы принимаем участие в различных соревнованиях, являемся организаторами, гоняем по дорогам общего пользования, нарушаем правила. Квадроциклы – не дешевое средство передвижения. Средняя цена – 10 тысяч долларов. Деревенские развлечения молодежь Рублевки разбавляет поездками в столичные клубы. Но учатся здесь же, в частных рублевских школах. За месяц обучения родители платят от 1000 до 2000 долларов США. Затраты на обучение детей – лишь незначительная часть расходов, которые несут постоянно живущие здесь новые хозяева Рублевки. Несколько дивизий обслуживающего персонала делают их быт легким и необременительным. Охранники, водители, садовники, няньки. Зарплата домработницы может доходить до 2000 долларов США в месяц. Даже вызвать какого-то электрика или сантехника домой, когда говоришь направление, это сразу стоит в 10 раз дороже, чем в Москве. Есть проблема с обслугой, потому что когда нанимаешь кого-то на работу, сразу начинаются разговоры, кто сколько зарабатывает вокруг, и тоже это все вырастает в какие-то астрономические суммы. Ну, я прилично зарабатываю, но все равно мне очень тяжело здесь соответствовать вот этим ценам, потому что они совершенно на каком-то взвинченном уровне. Я внуков завез в Картленд, вот прямо здесь, начало у спинки, Рублевское шоссе. Ну что, 10 минут дети покатались, 3000, за двоих 6000, 10 минут на машинке, 6000 рублей отдай. И на рынок заезжая из Жуковка цены, я два раза больше всего не езжу, цены там в 5-10 раз дороже, чем обычные, так сказать, цветы бешеные деньги стоят, потому что лучше приехать в Москву, купить. Большие деньги пришли на Рублевку в начале 90-х. СССР прекратил свое существование. Советская система ценностей превратилась в ничто. Но земля, на которой стояли дачи бывших советских правителей, в цене не только не упала, а возросла в 100 крат. Дом на Рублевке по-прежнему считался символом жизненного успеха и подчеркивал статус уже новых хозяев жизни. Но тем, кто вырвался из коммуналок и хрущевок, не нравилась скромная архитектура старых советских дач. Началось активное строительство, пронизанное духом соперничества. Побеждал тот, кто сумел вложить в дом максимальное количество средств. Средний дом может стоить от полумиллиона до миллиона. Но только стены. А дальше это уже кто что хочет. То есть дальше бюджет абсолютно безграничный. Это могут быть какие-то особенные штукатурки. Это может быть сусальное золото. Это могут быть какие-то, не знаю, там, из горящего, подсвеченного, оникса, там, полы. Ну, то есть это уже вот дальше, вот кто что хочет. То есть там бюджет может быть любым, скажем так. Этот объект в Жуковке строится давно. Дом потрясает грандиозными размерами. Но кто его хозяин, точно неизвестно. Говорят, что особняк возводят для одного из бывших чиновников Рособоронэкспорта. А этот архитектурный комплекс с церковью построил некий банкир. Местные жители утверждают, что лики святых напоминают лица хозяина дома и его жены. Фантазии новых рублевцев воплощаются не только в масштабах строительства. Этим уже не удивить. Особо ценится оригинальность замысла. На Никольной горе есть какой-то дом, который стоит на такой вот постаменте от Бурана. Поэтому он может там ездить по участку. Я сам не видел, но поскольку мне эту историю трое рассказали, что может быть одно такое в этом самом, на Никольной горе существует. Я не знаю, я не проверял, но может быть. Поэтому таких, в общем, ну, я понимаю, да, человек захотелось поставить такой вот дом, что сегодня он здесь, завтра вот там где-то. Пианист Николай Петров никогда не мечтал об огромном особняке. Он поселился на Николиной горе в начале 70-х годов. Дом построил практически своими руками. Я своим тяжким трудом, своими вот двумя руками создал этот дом, благоустроил этот участок, сделал себе теннисный корт, сделал это место таким, чтобы на нем было уютно, тепло и симпатично, и комфортабельно моей семье небольшой. Былые времена старожилы Рублевки вспоминают с благоговением. Жизнь здесь была спокойной и размеренной, а природа нетронутой. Весной цвела сирень. Ее буйные кисти почти целиком скрывали низенькие заборы. Летом ходили в лес с грибами. Их было множество. Сегодня от старого рублевского мира не осталось почти ничего. Здесь все другое. Здесь практически в лес нельзя. Раньше я гулял в лес, здесь в лес нельзя. Все перегорожено бесконечными Cotton Way и прочие названия, и заборы, заборы, заборы и все остальное. Новую волну заселения, которая накрыла Рублевку в начале 90-х, коренные жители сравнивают с нашествием саранчи. Стройки века превратились в ежедневный кошмар для местного населения. Грохот строительной техники и вой болгарок прекращается лишь ближе к полуночи. Да, жители жалуются, потому что строительство идет на протяжении уже ряда лет. И жителей очень беспокоит шум. Работы начинаются с 8 утра, зачастую раньше, с половины восьмого утра. Заканчиваются часов в 11. Рабочие работают, как вы сами понимаете, без субботы и воскресенья. Заканчиваются шумами. Гигантские заборы – это особая примета современной Рублевки. В советские времена их высота строго регламентировалась и не должна была превышать двух метров. Сегодня высота рублевских заборов не ограничена ничем. Русский человек никому не верит, кроме своей семьи. Это крестьянская ментальность. То, что называется, одно из качеств крестьянской ментальности – это очень узкий круг доверия. Как только человек зарабатывает деньги, он ставит себе прежде всего самый высокий забор, какой он может себе представить. Как в 16 веке в Европе. Я за то, что были хорошие дома, машины, люди жили достойно, богатые были. Но когда это все закрывается, как в тюрьме все сидят, у всех собаки, у всех охранники, даже иногда выстрелы звучат, это, конечно, не очень приятно. Сегодня рублевке можно смело дать звание самого нелепого в плане архитектуры элитного района в мире. То, что здесь возводят, вызывает у специалистов глубокое недоумение. Дома ставят в кривь и в кость. То есть, хочет человек поставить посередине дома, он его ставит посередине. Хочет в углу по диагонали, с какого перепугу, непонятно, но он его ставит по диагонали. Один куриный домик. В Барвихе вот этот безумный совершенно замок с надвратной часовней, там, с этими с иконами, разрисованными на плитке. Я не говорю, что это плохо по архитектуре, но это такой, знаете, вот такой нарыв, такой вот аппендицит в Барвихе, потому что там все-таки домики такие низенькие и очаровательные. Вдруг такой замок, не знаю, людоеда, феодала, что это такое? Новое рублевское сообщество стало формироваться в Ельцинскую эпоху. Кроме стремительно разбогатевших новых русских, по традиции здесь поселились и новые государственные чиновники высшего уровня. В отличие от советских чиновников, получавших госдачи на ограниченное время, все нынешние жители рублевских дач являются их полноправными владельцами. Их имена во многом создают престиж рублевки. Престиж, в первую очередь, конечно, деньги, которые определяют все остальное. И престиж, и твое, или ее значимость в этом обществе, и то, что ты можешь на самом деле сегодня создать. Здесь, конечно, жила творческая интеллигенция, и чиновники, и спекулянты, и так далее и подобное. А сегодня нет. Сегодня однородная ситуация, по которой здесь живут люди, у которых в той или иной степени много денег. Точка, как бы, это определяющий сюжет, настолько дорого стоит земля, настолько дорого стоит здесь что-то построить. Это исходный отсчет. Большие деньги и успех – главное условие для входа в закрытый мир рублевской элиты. Он существует по своим законам и правилам, подчас жестким. Здесь внимательно следят за вашим жизненным статусом, и любое его изменение неизбежно отражается на отношении к вам. Выйти из этого круга гораздо проще, чем в него войти. Красная карточка мгновенно показывается тому, у кого начинаются проблемы. Если ты немножко теряешь свой успех, ты перестаешь быть интересен, и с тобой мягко перестают общаться. Жесткий, достаточно, наверное, мир, где очень важно, какие у тебя часы, какая у тебя обувь, какая у тебя сумка, какая у тебя машина. И этому надо соответствовать, если ты хочешь общаться с этими людьми. Если ты успешен в любом виде, значит, ты свой. Если ты не успешен, если у тебя проблемы, если у тебя нету того-сего третьего, если ты приехал на Форде, и если у тебя там еще что-то плохо, и ты вообще плохо выглядишь, то... Не все принимают правила этой игры. Среди тех, кто живет на Рублевке, есть и такие, кто убежден. Статус, внешность и количество денег не могут играть определяющую роль в оценке человека, в причислении его к элите общества. У нас почему-то элитой считается человеком, который имеет много денег. Это не элита, это просто богатый человек. Элита – это человек, который приносит пользу стране. Интеллектуальная элита, может быть, политическая элита, может быть. А богатая – это еще не элита. Купцы были в России, но это же не была элита. Так что они просто индустриалисты, а мной они пока не элиты. Я вообще не тусовщик. Но в этом новом обществе я ощущаю себя куском масла в горячей воде, понимаете ли. Я находиться там не могу. Когда я вижу этих, понимаете, расфуфыренных проституток, на каждой из которых надето, понимаете ли, по сотне тысяч долларов. Эти вытрючивания друг перед другом, понимаете, кто на какой машине приехал. Эти разговоры. Это все, я, каждый, каждый развлекается по-своему. Но я в этом, это не мой мир. Мне в этом мире очень плохо. Времена, когда на Рублевке было принято навязчиво демонстрировать свое богатство количеством золотых украшений и одеждой от кутюр, ушли. Сегодня в моде простой, демократичный стиль. Человек, который не живет на Рублевке, в выходные дни он одевается. Когда он хочет празднично выйти, он одевает галстук, бабочку, смокинг и так далее. В отличие от рублевцев, для которых все это является повседневной одеждой 5 дней в неделю. Поэтому, когда они выходят, они выходят в джинсах, они выходят, там, черт знает, к чему, потому что это отдых. В плане отдыха рублевские дачники, с одной стороны, ничем не отличаются от любых других дачников. С другой же стороны, великолепно развитая инфраструктура позволяет максимально разнообразить свой отдых. При Ельцине Рублевку накрыл теннисный бум, который не утихает и поныне. Корт необходимо резервировать за неделю. Вскоре у тенниса может появиться серьезный конкурент. Существуют планы строительства горнолыжной трассы близ Венигорода. Проходят здесь и светские мероприятия. Последняя крупная акция. Аукцион – утром деньги, вечером стулья. На продажу были выставлены 12 стульев. Под обивкой одного из них, как и в романе, были спрятаны настоящие бриллианты. У вас есть деньги? Две тысячи рублей. Раз. Три. Три тысячи, говорит девушка. Пять. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Пять, говорит девушка в плюшевом платье. Пять, сто, три. Продано. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Вы выбираете стул и несете мне деньги. Женщины, живущие на Рублевке, составляют отдельный класс этого закрытого сообщества. Фитнес, шоппинг, походы в салоны красоты. Круг занятий многих из них весьма ограничен. Многие ищут выход из положения, осваивая новые профессии. Я не говорю опять обо всех, но есть как бы основная масса девушек, которые, видимо, не работают, скучают. Но сейчас тема новая. Если раньше скучающие девушки, имеющие богатых мужей или любовников, друзей, они пели, то сейчас они стали дизайнерами. И у нас здесь все сейчас дизайнеры. Любая, значит, жена или девушка, она дизайнер теперь. Недавно в поселке Барки открылась художественная галерея. Ее хозяйка – местная жительница. Наталья – профессиональный галерист. Два года назад она купила этот дом и решила устроить в нем галерею. Его пришлось почти полностью перестроить. Наталья контролировала все. Подбор рабочих, строительных материалов, внутреннюю отделку. В трудных случаях обращалась за советом к мужу. Сегодня она проводит первую выставку в этой галерее. Мне уже задавали как-то раз вопрос о женах Рублевки. Я должна сказать, что для меня это была полная откровенность. Я вообще не знала, что в принципе существует такое понятие – жены Рублевки. Мне кажется, вот мои все знакомые, неработающие женщины, живущие на Рублевке, но они все время чем-то заняты. То есть вот так, чтобы просто даже забежать, посидеть, поговорить, но это всегда надо договариваться там чуть не за неделю. Понимаете? Со всеми. То есть все очень занятые люди. Строители-гастарбайтеры – основа Рублевского пролетариата. Их нанимают так же, как и во всем мире, в качестве дешевой рабочей силы. Точное количество приезжих строителей, работающих в окрестностях Рублевки, не может назвать никто. Работают на Рублевке не только те, кто приехал из стран ближнего зарубежья. Здесь можно встретить и европейцев. Но не на строительных площадках, а на кухнях ресторанов. У Татьяны, хозяйки ресторана на Рублевке, работают два повара-итальянца. Вот мне очень нравится, когда повар, мой Карл Дель Позо, он всегда говорит, приготовить блюдо – это как любить женщину. Ты должен отдать вот каждому блюду себя. То есть ты должен делать это с любовью. И поэтому задача в том, чтобы команду создать на кухне поваровка, чтобы они работали профессионально, они понимали по жестам друг друга. Под руководством итальянского повара здесь готовятся все блюда. Но особенное внимание он уделяет итальянской пасте и блюдам из морепродуктов. Он восьмой месяц здесь, в России. Он без езды, это окей. И по сей день мне нравится здесь. Рублевские повара способны удовлетворить вкусы даже самых изысканных гурманов. Каждый из них может приготовить для посетителей ресторанов что-то особенное. Недавно шеф-повар у нас сделал, но это, правда, не здесь, вернее, сделал здесь, но просили домой, глухаря в перьях делал, готовил. То есть, как вот по телевизору показывают, с перьями, со всеми делами, вот он готовил это блюдо. Традиции поместного быта, потерянные за годы советской власти, начинают постепенно возвращаться. Винные погреба, которые были в каждой русской усадьбе, и которые сегодня существуют во многих старинных европейских замках, появляются и в загородных домах на Рублевке. Коллекцию вин собирают необыкновенно тщательно. В ней обязательно должны присутствовать не только лучшие отечественные и зарубежные вина, но и закутанные в паутину времени бутылки 18-19 веков. Стоимость такого вина может доходить до 15 тысяч евро. Павел Сомелье, он работает в одном из рублевских ресторанов. На его взгляд, сегодня к ним приходит много настоящих ценителей вин. Правда, попадаются и другие. Мы заказали мутон Ротшильд с 45-го года. Это коллекционное вино, оно стоило 15 тысяч евро. Приехал молодой человек, с ним несколько джипов охраны. Когда мы ему спросили, когда вы его будете пить, как его засервировать, что вы будете кушать, сочетание с чем, он просто сказал, нет-нет-нет, я в подарок, выкиньте мне в пакетик, я поехал. Да, все очень просто. Такие случаи редкость. Вообще посетители рублевских ресторанов считать умеют. Времена лихих денег прошли. Поэтому уровень цен на рублевке вполне сопоставим с московским. Ужин на одного человека, без учета спиртного, может обойтись в 150 долларов. Не влияет на цены образования и то, что сюда приходят действительно очень богатые и знаменитые люди. Я никогда не обращал внимания на счет. Не приносят, если у меня есть наличные деньги, я как бы отсчитываю и отдаю эту карточку. Понимаете, это человек, который, там, возьмем другой уровень. Понимаете, если кто-то покупает там Гольфстрим или Фалькон, то никто не будет спрашивать, а сколько он ест топлива, если я полечу на своем самолете из Москвы в Женеву. Понимаете, это уже как... Или сколько на 100 километров кушает мой следующий Роллс-Ройс, который я куплю. Это следующий порядок, понимаете, это следующее исчисление. Если мне спросят, сколько я заплатил только что за обед здесь, я понятия не имею. Я отдал карточку, мне принеси, я расписался. Думаю, что меня не обманывают, они знают, кто я такой. Тут есть очень хорошие рестораны, это все действительно так. Но тут есть какие-то места, где люди собираются. Но это, вы понимаете, это тут возник определенный... Да мы это знаем, вы лучше меня знаете. Тут возник разрыв между, грубо говоря, интеллектуальной... Я повторяю, не интеллигенцией, а интеллектуальной элитой российской и тем, что называется бизнес и люди с деньгами. Там есть явный разрыв. Просто мы не совпадаем в измерении. Джентльмены удачи. Вот кто всегда стремился хотя бы на время попасть в круг людей с большими деньгами. Для этого им достаточно внешнего сходства. Дорогой костюм и прочие атрибуты настоящего рублевца притупляют внимание охраны магазинов, клубов и их посетителей. Люди приходят, вокруг заборы стоят, кругом частные охранные предприятия. Все кюрики, так скажем. Расслабляются люди. Оставил сумку. Думаю, все честные. В сумочке там 15-10 долларов. И пошел играть больно. Тут тоже играет. Подходит, взял сумочку, ушел. Не только заезжие грабители и гастарбайтеры доставляют хлопоты рублевской милиции. Стражам порядка приходится нередко вмешиваться и в бытовые конфликты. Неправильно проведен газопровод или не так поставлен забор. Скандалы между соседями не всегда ограничиваются словесной перепалкой. Были такие случаи, что соседка и сосед делят забор. Делили-делили несколько лет. Доделились до того, что сосед застрелил соседей. Соседей. Земля – главное достояние Рублевки. За место под рублевским солнцем идет ожесточенная борьба. Колхозы и пансионаты, где трудилось большинство коренных жителей Рублевки, распродаются под коттеджную застройку. Люди остаются без работы. Многие не могут устоять под натиском риэлторов, которые чуть ли не ежедневно предлагают им за участки крупные суммы денег и квартиры в Москве. Но сдаются не все. Да, приходят люди. Вы не хотели бы ваш дом поменять на квартиру? Или даже предлагали, а если уехать километров за 40-50, вы знаете, там и лес, и свободно. Я говорю, а вы бы поехали? Он говорит, нет. Я говорю, а что же вы мне-то предлагаете? Неужели мы так это дурей вас? Но прошлое уходит безвозвратно. На рублевке вырубаются реликтовые леса и огораживаются подходы к Москварике. Местные жители безуспешно пытаются защитить хотя бы остатки былой рублевки. Мы пытались сделать все, что угодно. Но последняя история еще не закончена. Вот у нас тут рядом 4 гектара. Нет, 2,5 гектара. Последнего принадлежащего нам леса. Это место, которое испокон веку считалось водоохранной зоной. Пришли к нашему начальству областному люди, представили какие-то фильки на бумажке и хапнули это дело. Прокомментировать новые тенденции в застройке рублево-успенского шоссе мы попросили чиновников Минприроды, которые, как известно, сегодня активно борются за экологию Подмосковья. Но получили отказ. Чиновники не увидели предмета для разговора. А он есть. Например, этот забор. Он спускается к самому срезу воды, ограничивая частную купальню. А в нескольких сотнях метров вниз по течению расположен знаменитый рублевский водозабор. Я, будучи неисправимым демократом по своей сути, должен с горечью констатировать, что это началось как раз во время разговора демократии. А что началось? Ну, началось фактически уничтожение, планомерное уничтожение этого места. Когда все то, что было испокон веку запрещено, за взятку стало возможным. Все те дома, все то, что здесь построено, все вот здесь в округе за последние, я думаю, уже 20 лет, это все построено на коррупции, взятках, нарушении закона, уничтожении природы, уничтожении реликтовых лесов, осушение болот, в результате чего нарушается экологический баланс. Здесь, на этом месте, бандиты заработали миллиарды долларов. Рублевка стремительно теряет свой исторический облик. Большинство старинных усадеб брошены на произвол судьбы и растаскиваются по кирпичам. Один из самых громких скандалов был связан со старинной усадьбой Архангельская, родовым гнездом князей Юсуповых. Памятник архитектуры чуть было не отдали под коттеджную застройку. Власти вовремя спохватились, однако несколько гектаров реликтового леса уже успели вырубить. Новые жители Рублевки творят новую историю. Я не знаю ни одного богатого человека, действительно супербогатого человека, который был бы культурным. Это феномен, я бы сказал, сегодняшней постсоветской действительности, что очень большое количество, достаточное количество людей, которые имеют деньги, еще не имеют культуры. Тут ничего нельзя поделать, понимаете, тут нельзя же, сказать, приобрети культуру. Золотой дождь, который обрушился на Рублевку 15 лет назад, сегодня превратился в наводнение. Невероятная плотность застройки стремительно сужает жизненное пространство, которого уже не хватает ни старым, ни новым хозяевам Рублевки. В тех местах, где это должны быть огромные участки дорогие, на которых должно стоять по одной реальной усадьбе или вилле, она порезана почему-то на 15 соток, и на каждых из 15 соток стоят по тысяче метров по дому, образуя какие-то немыслимые нагромождения просто стройматериалов. Это, сказать, соотношение между стоимостью земли и стоимостью дома, или, вернее, даже не соотношение в цене, а соотношение в уровне земли и в уровне дома, конечно, оставляет желать лучше. Бывает, на таких хороших кусках такое что-то такое построят, что думаешь, господи, но почему ты дал деньги человеку, который не может даже в этом преуспеть? Ну и сейчас, конечно, я думаю, что население Рублево-Успенского шоссе возросло кратно по сравнению с тем, что было при советской власти. А по сравнению с тем, что было при царской власти сто кратно. Беду Рублевки уже осознают те, кто ее так активно застраивает. Начался процесс объединения участков. На выкупленной земле сносятся построенные прежними хозяевами особняки и на их месте появляется газон. Но такие примеры единичны. Сегодняшняя Рублевка больше похожа на европейский городок, а не на русский дачный поселок. Поэтому многие предсказывают ей скорый закат. У адвоката Александра Добровинского здесь живет много знакомых и друзей, но он не хочет покупать дом на Рублевке. Здесь есть казино, здесь есть несколько очень хороших ресторанов, здесь есть там какие-то еще мелкие развлекалочки, здесь нет гротеска, не хватает. Понимаете, вот где приземлиться моему вертолету? Или почему я должен ехать в другое место, чтобы поплавать? Или почему я должен ехать в то же Нахабино, чтобы поиграть в гольф? Я бы очень был счастлив, если Рублевка вышла из моды. Это было бы замечательно. Это замечательно, когда, понимаете, там в Италии сейчас есть города, где русские все, и все новые русские. Вот в Сан-Тропе невозможно попасть, просто для него не хочется ехать туда, потому что все забито русскими. В общем, русским, которые хотят тусоваться, музыка, разврат начинается сразу, официанты все воруют сразу, чаевые по 100 евро, ну и так далее. То есть сразу возникает то безобразие, которое свойственно русскому человеку, у которого много денег. За свою многовековую историю Рублевка пережила многое. Войны, революции, смуты. В ней, как в зеркале, отражалась судьба России. Менялась власть, и часть ее обитателей исчезала. На смену им приходили новые хозяева со своими порядками. А простым рублевцам, ее коренным жителям, всегда приходилось приноравливаться. Вот в первоналет еще вот этот забор поменять. Поменяю. Я все, говорю, что задумала, надо сделать. А если не будешь делать, это не надо на свете жить. Делать надо, трудиться надо. Кто не трудится, тот быстро умирает. А мне надо, как я, у меня бабушка жила до 96-ти, а мне надо жить до 100. Я должна ее обогнать. Сегодняшняя рублевка не похожа на ту, которую помнят старожилы. Другие люди, другие дома, другие отношения. Но как бы ни менялась рублевка, она навсегда останется особым местом на карте России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова